Добрый вечер, друзья. Это Донбасс Реалии. Без линии разграничений у микрофона Дениса Тимошенко. Сегодня у нас очередной спецвыпуск, посвященный Международному Женскому Дню, 8 марта. Пока в Украине этот день в этом году будет выходным, но по предложению Украинского Института Национальной Памяти в будущем, вполне возможно, что уже в следующем году, страна будет праздновать этот день, но выходным он являться не будет. Как поясняет Владимир Ветрович, директор Института Национальной Памяти Украинского, это связано с декоммунизацией. Вместо, если так можно сказать, 8 марта, выходным днем станет 9 марта, день рождения Тараса Шевченко станет Шевченковским днем. О том, насколько целесообразно декоммунизировать 8 марта, и о том вообще, какой смысл изначально закладывался в этот праздник, в эту дату, мы поговорим сегодня с луганским историком Валерием Снегирем. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер. А также с Таисией Герасимовой, феминисткой, главной редакторкой сайта Update.com.ua. Здравствуйте, Таисия. Добрый день. Друзья, эфир выходит в записи, к сожалению, но уверен, что у вас возникнут какие-то комментарии, вопросы, вы можете оставлять их к нам на автоответчик, номер 0800-300-403. Телефон работает круглые сутки, 7 дней, неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Также весь коллектив Донбасс Реалии поздравляет тех, кто отмечает все-таки этот день, международный женский день, с праздником вас. Таисия, к вам первый вопрос. Вот вы, когда попросили вас представить, попросили представить вас как главную редакторку сайта Update.com.ua. Почему не главный редактор? Может быть, я тоже не настолько продвинут, но вот расскажите нашим слушателям, что же это значит, если, в принципе, Таисия и так женское имя. Да, но дело в том, что в некоторых профессиях феминитивы не очень привычны, и я стараюсь использовать больше вот так называемых феминитивов в речи, таким образом показывая, что женщины тоже могут иметь профессию в первую очередь, а не являться, там, не знаю, хранителем своей очага, либо тем, что обычно приписывают женщинам, особенно 8 марта. Феминистка тоже. Что вы вкладываете в это понятие, опять же, для наших слушателей, которые не очень, может быть, продвинуты? Может быть, вы какой-то особенный смысл вкладываете в это? Ну, феминизм для меня это, в первую очередь, равноправие, это, в первую очередь, то, что женщины и мужчины должны иметь равные права и возможности и доступ в труде, в семейной жизни, в политических и гражданских свободах. Ничего особенного, никакой там доминации одного пола над другим, я не вкладываю в это. То есть, абсолютно равноправие во всем и никаких скидок на пол? Безусловно. Это касается всех женщин или вы это только на себя проецируете? Нет, ну, безусловно, это касается всего общества. Женщины и мужчины должны быть равны, они, в принципе, равны по закону. Теперь вопрос больше в нашем культурном понимании, в нашем социологическом понимании гендера или пола. Валерий, давайте расскажем нашим слушателям о том, откуда, собственно говоря, появилась эта дата, 8 марта. В Советском Союзе она стала таким выходным днем и продолжалась до 2017 года, пока что, с 1966 года. Но праздник довольно долгая и сложная, такая запутанная история. Какие же смыслы в нем заложены? Что люди изначально праздновали, женщины? Ну, спасибо. Ну, как говорится, не будем начинать с каменного века. Впервые идея праздновать именно 8 марта, как Международный женский день борьбы за трудовые и политические права, действительно, высказала Клара Циткин, но она, правда, тогда еще не была коммунисткой, она была социал-демократом. И это было на съезде в Стокгольме, и более того, нам бы такой скандинавский социализм со всем его равноправием, в том числе и феминистическим. И идея была, кстати, в начале 20 века к феминизму еще добавлялся суфражизм. Это уже совершенно забытое понятие, когда женщины отстаивали свое право на труд, право трудиться. Потому что, правильно-то я сказала, женщина рассматривалась как объект хранительницы домашнего очага, мать, подруга и так далее. А вот движение суфражизм, причем суфражизм в тогдашнем, очень даже либеральном английском законодательстве, скандинавском законодательстве, приравнился как одной из форм экстремизма, с чем я вас и поздравляю. Более того, идея получила признание и накануне как раз Первой мировой войны, 8 марта, впервые праздновалась в шести странах, в том числе и в России, ну естественно во всех скандинавских, в Англии, во Франции, в Германии. Причем не надо как раз приписывать Советскому Союзу 8 марта. Это изобретение, извините, немцев, скандинавов, а мы уже просто подхватили. Ну в принципе, как и коммунизм. Ну в принципе да, ведь основоположники, извините, явно не носили русские фамилии. Я больше даже скажу, несмотря на все, что здесь вокруг этого праздника наверчено, выходным днем стал, вы правильно заметили, 66-го года. То есть Леонид Ильич Брежнев, когда сместил незабьенного нашего с вами Никиту Сергеевича, выходца с Украины, один выходец с Украины, другой его сменил, он прекрасно понял, что народу надо дать выходные дни. И наряду, грубо говоря, с 8 марта выходным днем появился и 9 мая выходной день. Кстати, вот тоже очень... Это такая новая советская идеология, в принципе, появлялась при Брежневе, можно сказать. Да не совсем новая, это старая идея, когда ты не можешь накормить людей, дай им хотя бы развлечения. Когда нет прорыва в экономике, а тогда буксовали, еще не вводились знаменитые Косыгинские реформы, надо было как-то отвлечь людей, и причем это очень удачно получилось. Ничего простейшего не бывает, когда... Ну, дополнительно, кстати, насчет праздников. Ну, поменяем мы 8 на 9 марта. Тарас Григорьевич Шевченко почтится на государственном и на выходном уровне, но все равно, что народ будет праздновать 8 марта. Кстати, большевики на эти грабли наступили в 18-м году. Когда ввелось новое календарное летоисчисление, вы знаете новый стиль, когда новые праздники и рабочие бастанули. Говорят, ребята, извините. Ну, мы, конечно, завоевали свободу, но при царском режиме у нас праздников было в 2 раза больше, потому что день рождения царя, те заимененства, то есть его день ангела, это были выходные дни, царицы, наследники и так далее. И действительно, СНК тогда взялся за голову. На ровном месте получались опора рабочего класса, получилась очень недовольная. И тогда начали выдумываться, как вы правильно сказали, советские праздники. Типа день рыбака, железнодорожника, строителя, ломателя и так далее. День Посейдона. Ну, не было такого праздника, мы можем подсказать Ветровичу об этом. Тем более у Посейдона Тризуб, то есть наш Трайден. Так что сам Бог велел увековечить. Таисия, с вашей точки зрения, как сознательные девушки, феминистки, стоит ли отмечать на государственном уровне 8 марта, должен ли это быть выходным днём, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, выходной день, да, должен остаться, потому что этот день как символ борьбы женщин за свои права. И в этот день обычно люди выходят на марш. И выходят не только в Украине, выходят в больших городах. Безусловно, это когда выходной день, это удобнее делать акции в первую очередь. И, в принципе, тот символ борьбы женщин за свои права, ну, мне кажется, что для Украины сейчас достаточно важно его праздновать. Почему? Потому что вопрос гендерного равенства сейчас далеко, ну, не на самом лучшем уровне, мягко скажем, особенно учитывая предложение, ну, как бы заменить, и в публичном пространстве заменить 8 марта на день матери, таким образом показав, что женщина это в первую очередь опять-таки хранительница очага. Как в Таджикистане, вот единственная страна, в которой постсоветская праздновалась Международный женский день, в Таджикистане сейчас это день матери. Да, это, к сожалению, очень грустно, но поскольку мы в 21 столетии, поскольку мы, ну, стремимся к цивилизованным странам, мы должны понимать, что пока мы не переосмыслим, пока мы не поймем равноправие и его не примем, ну, мы не можем двигаться дальше. Это вопрос экономических свобод, это вопрос, в принципе, экономического благосостояния всей страны, не только, там, половины, там, женщин. А давайте объясним, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду, что женщинам платят меньше, и они не работают, и поэтому страна бедная. То есть вот такая вот взаимосвязь. Женщинам платят меньше, безусловно, и от феминизма, и от равноправия и мужчины будут выигрывать, потому что, ну, социум не будет так давить на мужчин, как на единственного, ну, если мы говорим об экономических правах, на единственного кормильца. Соответственно, и весь этот требование, которое мы им предоставили, как бы, к мужчинам, они-то ведут не только к, ну, плохому самочувствию, состоянию в результате сердечно-сосудистым заболеваниям, как мы, как бы, мы знаем. Но мужчины живут меньше от Валерии, Валерия смеется. Ну, это факт, ну, то есть все социальные требования, которые мы выставляем к мужчинам, как, безусловно, всегда решателям вопросов, решателям проблем, кормильцам и так далее, это тоже давит на мужскую часть населения. Но и женщинам это вопрос не только экономический, не только зарплаты, это вопрос обеспечения детей, это, ну, материнство как выбор, это материнство, которое может и должно приносить радость, а не, ну, угнедение, скажем так, и проблемы. То есть, грубо говоря, для вас 8 марта было бы хорошо, чтобы был выходным, чтобы выходить на марш и чтобы напоминать о правах, чтобы мотивировать, мобилизовать женщин и девушек? Да, чтобы больше говорить непосредственно о правах, а не ограничиваться цветами, конфетами и поваренной книгой в офисе, как обычно это бывает. А вы против того, чтобы вот дарить в этот день девушкам, женщинам какие-то подарки, цветы? Это не, ну, с вашей точки зрения, не дискриминация девушек, потому что девушкам и женщинам приятно. Большинству, большинству. То есть, я вот еще приведу данные соцопроса, они, в принципе, такие старые, да, но там больше 90% женщин против того, чтобы этот праздник перестал быть выходным днем и чтобы каким-то образом его трогали вообще. Ну, я думаю, что вообще все украинцы, да и все мы, не важно, от нации, не против бы отдохнуть еще один день в году. Ну, то есть, вряд ли бы кто-то согласился бы поработать лишний день. Вопрос в подарках, но смотря какие подарки. Если это книга отличная, образовательная, там, о феминизме, об истории феминизма, либо о сексуальности, это классно. Если это книга 100 лучших рецептов, то, наверное, это, как бы, такой намек на женское, как бы, предназначение, которое хочется уже потеснить и оставить в средних веках. Но, опять же, то, что женщина может готовить, это не отрицает, что она может работать, да? То есть, мы не будем отрицать, что женщина может, в принципе, готовить и каким-то образом быть хранительницей, о чем говорят, семейного чага в какое-то определенное время суток. Ну, и как женщины, так и мужчины могут, безусловно, заниматься домашними делами. Я думаю, что нормально, если это будет по договоренности и на равных условиях. У нас в гостях луганский историк Валерий Снегирев, а также феминистка, главная редакторка сайта Update.com.ua Таисия Герасимова. Мы говорим о том, стоит ли декоммунизировать 8 марта. Валерий, к вам такой вопрос. А ведь 8 марта, ну, точнее, 23 февраля по старому стилю, стилю 17-го года, именно с марша женщин за равноправие и началась февральская революция. То есть еще вот такая вот коннотация, да, такой контекст у этой даты. И тоже давайте о нем поговорим. Спасибо, что вспомнили. Тем более, действительно, как-то Институт национальной памяти замыкается на украиноцентризме. А ведь по большому счету, не только с марша женщин, или так называемая марша пустых кастрюль, 23 февраля, 8 марта по новому стилю, рухнула Российская империя. А почему в украинской истории никогда не вспоминают, что именно переход Волынского полка, подчеркиваю, Волынского, то есть выходцев с Украины, с Волыни, предположил конец 288-летней истории Российской империи. А ситуация была, ну, я не побоюсь такого сравнения, напомнить 2013 год, когда повод разгон студентов на Майдане привел к тому, что бывший гарант паковал чемоданы и до сих пор рассказывает. Ситуация была очень интересная. В Петрограде, он же Петербург, кстати, очень украинский город, почему никто не вспоминает, что, допустим, УНР, Украинская Народная Рада, образовалась в Петрограде. Вот, причем очень интересно. Была Центральная Рада в Киеве и Украинская Народная Рада. В общем, почему мы не заявляем о нашем наследии на северную столицу нашего северного соседа. Ну, я тут еще добавлю, что если плохой, да, такой, что строили украинцы, в принципе. Да, кстати, не все же они там полегли. Они же там и остались, а сели казаки, которые не вернулись. Так, в общем, и ситуация была очень интересная. Николаевская дорога банально не справилась с подвозом хлеба в России до 1917 года. Вообще не знали, что такие очереди, а тем более за хлебом. А тут выходят, здрасте, хлеба нет и неизвестно, когда будет. И вот сказать, что февральскую революцию кто-то готовил, как октябрьский переворот, этого не было. Воспользовались ситуацией. Женщины с кастрюлями хотим хлеба. У губернатора не нашлось ничего умнее, как раздать боевые патроны и вывезти в Олынский полк с приказом стрелять. А я так понимаю, на той стороне тоже были наши землячки и украинки. Вряд ли графини выходили за хлебом и требовали мясо в свои пустые кастрюли. И полк просто развернул штыки и начал, грубо говоря, разоружать жандармам, которые пытались противостоять этой демонстрации мирно. После этого, когда, ну я извиняюсь, полторы тысячи вооруженных человек в центре города занимают ключевые позиции, разоружают жандармерию, уже пошла снежная лавина, поднялся Путиловский завод, поднялся Обуховский завод. И вот эта лавина через три дня привела к тому, что Николай II подписал свое отречение, и, как сказал киевлянин Шульгин, он просто как эскадрон передал. То есть вариант к такому развитию ситуации никто не был готов, но этой ситуацией воспользовалась и Российская империя рухнула. Почему бы 8 марта об этом тоже не вспомнить, что это конец Российской империи. Цитата из Википедии. В 1921 году по решению Второй коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля 8 марта 1917 года как одному из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия. То есть изначально получается, что 8 марта в трактовании Клары Цеткин, которая предложила этот праздник, это в память о тех женщинах, которые свергли царизм. То есть именно такой смысл она вкладывалась. Хронологию путаете. Клара Цеткин об этом сказала в 1910 году. Вы зацитируете то, что приняли в 1921 году. То есть Клара Цеткин даже при всем своем гениальном проявлении не могла знать, что будет за 7, а Тереза 4 года до этого. Вариант, я говорю, не надо сюда, как говорится, коммунизм Клары Цеткин приписывать. Она была классическая социал-демократка, еще раз говорю. А социал-демократизм, ну, на сегодняшний момент я уже шведский вариант или скандинавский вариант приводил. И, кстати, насчет Википедии, вы знаете, ну, это, как говорится, большой привет интернету. Более того, большевики уходили вообще от понятия февральской революции. Они, ну, новая заря, если вы помните, над человечеством возникла, и новая эра, как раз 25 октября, 7 ноября по-новому. Февральское в их трактовании, это как предтеча такой большой октябрьской революции, настоящей революции. Нет, я бы сказал, это как выкидыш. Извините за гинекологический термин. Это как неудавшийся ребенок, когда Советы не смогли захватить власть. Это преждевременные роды. Таисия, как вы относитесь к Ларе Цеткина? Она с вашей точки зрения активистка, ваша коллега идеологическая или все-таки нет? Ну, сложно говорить очень четко там в каких-то историческом контексте. Я бы хотела сказать о том, что по большому счету до 17-го года в царской России феминизм и суфражизм развивался, и в 13-м году были женские протесты. И они ориентировались и на американское движение суфражисток. И, в принципе, обсуждалось, насколько я знаю, еще тогда в царской России вопрос голоса для женщин, потому что женщины не имели права голосовать никак не в Штатах, так и не в России. Вопрос, опять-таки, равноправия в сфере труда. Это, пожалуй, два таких ключевых вопроса начала 20-го века, с которых началось феминистическое движение. И я думаю, что Цеткин именно об этом и говорила, как в 10-м, так и в 20-м годах. Поэтому, да, скорее для меня она близка с точки зрения того, что она рассматривала женщин как полноценных членов общества, которые и должны иметь те же права, что и мужчины. Я вот это почему спрашиваю, потому что хочется все-таки понять, где грань вот этой вот декоммунизации. Ну, хорошо, когда убирают памятники палачам, да, Кассиору в Киеве, все, что это стояло Ленину, убирают улицы людей, которые никогда не были. Но вот в Украине очень много городов, там, в Луцке, в Одессе, в Черноцах, Краматорске, в Киеве были улицы, переулки, Клары Цеткин. Все их попереименовали. Как вы к этому относитесь? Может быть, стоило все-таки оставить какой-то переулок улицу в память о таком деятеле, который последовательно выступал, там, допустим, против фашизма, национал-социализма в свое время, боролся за права женщин. Ну, в принципе, вот опять же, может быть, я чего-то не знаю, но историческая личность позитивная, историческая личность поучительная, ну, вот в плане борьбы за права женщин. Как вы считаете? Вы знаете, здесь такая поговорка, что когда, опять-таки, сошлемся на классика, с водой выплеснули ребенка. С переименованием улиц, переулков, это на совести местных громад. Вариант, когда захотели, отстояли. Когда не захотели, пустили на самотек, получили. Я вам хотите пример приведу, который меня вообще убил. Под маркой декоммунизации, я вот недавно был в Миргороде, это Полтавская область, на той теперь Миргород, Хролл-Ричканетта. Там, под ним, под Миргородом, есть знаменитые великие сорочинцы. Там стоял бронзовый монумент восстанию крестьян в 1905 году. Причем это было стихийное восстание. Это тогда какие-то там коммунисты, они еще себя так не называли. Особенно в великих сорочинцах. Но когда я приехал от постамента, вернее, от памятника остался один постамент, и я по наивности спросил, а где что, ну там тоже надо знать целян. А то, что это было, а то кто его знает. А потом выяснилось, когда я просто с калькулятором посчитал количество бронзы и меди, я понимаю, что под маркой декоммунизации у кого-то тоже свои... Утилизация. Да, идет утилизация, приватизация и коммерциализация. Насчет положительной или отрицательной личности в истории, ну и роль личности в истории, это вообще один из центральных, скажем так, историко-философских вопросов. И однозначно сказать, была ли хорошая Клара Цеткина, или была ли плохая. Вы знаете, у меня тоже очень интересный, кстати, момент, и очень нравится. Вот будет, если в Мариинском парке, там могила Ватутина, который погиб в 44-м году от рук украинских националистов, и на нем так до сих пор гордо красуется надпись Николая Ватутина от украинского народа. Мне просто интересно, представители какого народа его к праотцам отправили. Ну, если уж, как говорится, будь последовательным, так будьте последовательным до конца. Ну, закройте хотя бы венком, это в лицо бросающуюся надпись, в которой наши народные избранники каждый день ходят. Таисия, ваше вот видение вот этих переименований улицы Клара Цеткин в контексте декоммунизации не перегибает ли палку? В принципе, деятель так коммунистический, но еще даже не коммунистический, социалистический, да? Ну, с вашей точки зрения, было бы хорошо, чтобы в том же Киеве или других городах была такая улица, чтобы люди хотя бы, ну, интересовались, да, чтобы это имя было на слуху, потому что в Украине получается, что Клара Цеткин канула в лету. Ну, вот, честно сказать, что переименование улиц в контексте какой-то публичной памяти я не очень верю. Я не верю, что человек, вот, проходя мимо по улице, например, Клара Цеткин, вот, реально задумается, кто же она такая, и пойдет гуглить. Я думаю, что люди, если интересуются какой-то темой, они будут ее знать, ее и там много других людей. Поэтому, ну, вряд ли я могу оценить это как-то положительно или негативно. Скорее для меня вот и 8 марта, и, в принципе, то, что происходило там в начале XX века, и эти женские движения, в том числе, и 8 марта, это движение за освобождение. И освобождение не только женщин, но и мужчин, и, в принципе, за свои права. Поэтому 8 марта можно говорить, что это день символ не только женщин за свои права, а, в принципе, освободительного движения такого. Так, более того, опять-таки, очень интересно. Мы же забываем, что, действительно, слово международное некрасивое приставка к этому празднику. Это же праздник, который совершенно официально организацией объединенных наций утвержден в качестве, действительно, международных, то есть всемирных праздников. По подаче СССР. А это уже не важно, тем более, если уж отталкиваться от этого, то СССР как раз воспользовался моментом, что 1975 год был провозглашен всемирным годом женщин. И на этом фоне как раз, ну, давайте тоже скажем, что, ладно, в благополучной Украине мы можем где-то искать гендерное равенство, гендерное нарушение. Но вы не забывайте, что есть еще страны третьего мира, арабские страны, страны Африки, где вообще положение женщин. Но если я вам приведу такой пример, что по шариату, по мусульманскому праву, почему против ИГИЛа даже сами мусульмане восстали. Женщина – существо, не имеющее души. То есть, заметьте, если мусульманин попадает в рай, его окружает гури, то для женщины понятие рай в мусульманском праве даже не предусмотрено. А вот насчет переименований, вы знаете, я вспомнил один интересный момент. В Одесской области существовал такой поселок городского типа Коминтерного. Ну, естественно, тут уже не 100% коммунистическое название, надо переименовывать. Как переименовывать? Ну, он стоит на берегу Телегульского лимана. Первоначально даже Верховная Рада утвердила лиманское. Ну, красиво, тем более патриотично. Председатель местного совета поселкового решила, ну, что нам Верховная Рада. Собирает 12 депутатов какие-то обсуждения, какое-то переименование. И так это с подачи. У меня внук родился, Доброславом назвали. И давайте-ка мы в честь внука назовем город. И так на карте Украины появился город Доброслав. Ну, вот какую сову на глобус натягивать после этого в рамках декоммунизации? Ну, то есть мораль какая, вот, в вашей истории? Мораль моя очень банальная. Не надо рассказывать, что женщин в Украине обижают. Когда женщина захочет, она даже города в честь внука называет. Тая, нужно рассказывать о том, что женщин в Украине обижают? Ну, не то чтобы обижают. Вопрос в том, ну, в равном отношении. И, по большому счету, вот, коллега перенес один случай на, в принципе, на общество и на все в целом. Сделал такой вывод. Об общении. Мягко говоря. Действительно, положение женщин и в Украине, в том числе, далеко от идеала. Ну, если вы, наверное, знаете, вот в этом году ООН объявила, каждый год, 8 марта, они выбирают тему. Вот в этом году это равноправие в трудовой сфере. Вот, например, в Украине в среднем женщины получают на 30% меньше мужчины. Потому что, ну, по разным причинам мужчины и смелее просят выше зарплату. И, в принципе, и в охотнее дают, потому что он якобы кормилец. Мало кто говорит о большом количестве матерей-одиночек, которым очень сложно. Да, опять же, банально, когда девушку берут на работу, то подразумевают, что скоро она станет матерью. Рано или поздно она станет матерью, и ее придется содержать. Безусловно, да. То есть количество проблем, но мы сейчас, ну, мы можем сейчас их по пунктам разбивать, хватит ли нам часа времени. В трудовой сфере огромное количество сексизма и неуважения к женщине. Достаточно часто мы даже можем, несмотря на то, что законодательство запрещает писать какие-то определенные требования и прописывать пол, ну, соискательниц или соискателя. Достаточно часто мы можем видеть о том, что необходимо там девушка до 30, без ребенка, с хорошей фигурой, внешностью и так далее. Точно такое же, ну, очень часто отношение к женщине на работе, как к нечто такому красивому. То есть женщина, в первую очередь, это какой-то предмет интерьера, который украшает мужскую вот такую вот жизнь, а не специалистка, а не человек, в первую очередь. Да, безусловно, есть какие-то конкретные женщины, которые могут добиться чего-то, могут продавить, но это скорее, наверное, исключение из правил, чем правило. У нас в гостях луганский историк Валерий Снегирев, а также феминистка, главный редакторка сайта Update.com.ua. Мы говорим о том, стоит ли декоммунизировать 8 марта и какой смысл вообще в этой дате. Программа выходит в записи, но вы можете оставлять свои отзывы и мнения об эфире по номеру 0800-300-403 на автоответчик, сразу же после звукового сигнала. Говорите, что вы думаете о поводу 8 марта, стоит ли его декоммунизировать. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Коллеги, вот еще хочу отметить, где празднуется Международный женский день, где он является выходным днем, кроме постсоветских стран. Это Ангола, Гвинея-Бисаус, Замбия, Камбоджа, Кения, КНДР, Мадагаскар, Монголия, Уганда и Эритрея. В Лаосе выходной день только для женщин. В Китае предусмотрен для женщин укороченный трудовой день. Что это за такая вот компания, в которой оказалась Украина? Ну, сразу же, что бросается в глаза, что это такой пережиток, в принципе, холодной войны. То есть, это там, где те страны, в которых было влияние Советского Союза, и, соответственно, 8 марта поместилась в такую архитектуру советских праздников. То есть, она была так экстраполированной из Советского Союза в эти государства. Насчет Китая я не согласен. Поскольку дочь у меня уже четвертый год в Китае работает, Китай 8 марта выходной день. Это на всякий случай полтора миллиарда населения. Причем Китай не скрывает, что он продолжает строить коммунизм. И миллиардеры там партийные износы по-прежнему платят. А насчет не холодной войны, насчет, скажем так, идеологии. Или противоборства идеологии. По одной простой причине, я же еще раз говорю, что совершив переворот, надо было... Кстати, почему все забывают, на чем споткнулись коммунисты. Они после того, как разгромили внешних врагов, внутренних врагов, экономических врагов, с кулаками разобрались. Решили разобраться с церковью, ведь был еще институт воинствующих безбожников. И, кстати, опять подсказка для наших с вами радиослушателей. 7-8, ну это плавающая дата марта, отмечается православной церковью День памяти Жон Мироносец, то есть тех, которые Иисуса Христа с Креста снимали. Поэтому это тоже было забивалось, и с этим религиозным дурманом боролись. Насчет международного признания, Эритрея никогда не была в орбите Советского Союза. Это как раз один из анклавов, который боролся с Анголой. О, я прошу прощения, с Эфиопией. А в Анголе, да, действительно, там еще очень мазолея до сих пор по нашему советскому принципу стоит. В Болгарии взорвали. И вот к тому, что вот эти вот все страны, ну, трудно сказать, что это такие образцы соблюдения прав женщин, где женщины эмансипированы. Там идет, я прошу прощения, Денис, там идет очень красивая подмена понятий. Там они убрали политическую составляющую. Более того, как они и в России убрали политическую составляющую, когда они говорят, что это раньше женщина боролась за свои права, сейчас это дань уважения женщине, как женщине, как матери, хранительнице и так далее. Ну, в Украине то же самое, не только в России. То есть с ног на голову перевернулось? Да, 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 подмена понятий. А зачем это произошло? Как так произошло? Это специально было сделано, вот если посмотреть исторически тоже на это. То есть для того, чтобы женщине показать на ее место, или это было при молчаливом согласии женщины, или, может быть, даже сами женщины сделали вот такой праздник, то есть как-то просили мужчин, которые их окружают, а давай перестали выходить на марши, грубо говоря, и просто дари мне подарки в этот день. Как это произошло, как вы думаете? Вот именно в этих государствах. Давайте так, Денис, я все-таки чуть-чуть постарше всех присутствующих. 8 марта это день мимостов, они зря еще называли. Более того, если у нас с вами оно хоть как-то еще теплее, то на всех необъятных просторах это довольно прохладно. И вот опять-таки подмена понятий. Еще вы будете на демонстрацию идти, когда это 1 мая тепло, хорошо и весело, а 8 марта вас поздравят, наградят и так далее. И самое интересное, кто у женщин спрашивал. В Советском Союзе была четкая установка на то, что все, без исключения проблемы человечества, самый прогрессивный строй уже решил. В том числе и проблемы феминизма и женский вопрос. Советская женщина первой в мире полетела в космос. А это неправда, что в Советском Союзе женщина была равноправной с мужчиной? Да, конечно, неправда. Простейший пример, в политбюро не было ни одной женщины, то есть руководящим этом гернотокритическом анклаве. Валентина Терешкова, куда ее только не пихали, от, грубо говоря, Международного Союза Мира до почетной, она ткачихой начинала, до все, где угодно, это была как рецейкона. Вариант, да, действительно, был в Одессе, кстати, капитан дальнего плавания, но она единственная была, на крупнейшее в мире, черноморское пароходство. Поэтому, да, были, как говорится, иконы, были ширмы, где говорили, ну, посмотрите, у нас же все замечательно, женский вопрос решен, и женщина чувствует себя, социалистическая женщина чувствует себя гораздо лучше, чем в проклятом, загнивающем капитализме. Кстати, можно очень интересный вопрос. Когда в 80-х годах социалисты начали обходить на французских выборах, но опять-таки в тему сегодняшнего, тогда националистов, но Лепена-старшего еще и не слышали. Что сделал Митеран? Он просто тупо ребятам послал журналистов Франс Пресс, и они сняли наших женщин в этих оранжевых жилетках, которые шпалы тягают. Ну и во всех ведущих французских изданиях появилось, вы хотите для парижанок вот этого, где со шпалами и рельсами женщины наперевес сремонтировались наружные путя. Вот вам и решение, как в Советском Союзе вопросы равенства и гендерного решалось. Все-таки почему, с вашей точки зрения, то есть вот тоже интересно ваше мнение, так случилось? Это при попустительстве женщин, это специальная целенаправленная государственная политика? Если это политика, то зачем? Действительно, я соглашусь здесь, исторически сложилось так, что действительно в начале 20-го века женщины боролись за свои права. Потом им они были даны, и получилось в общественном контексте так, что женщины в 60-х, 70-х, когда западный мир отвоевывал свои гражданские права, у нас они якобы были, как в Украине, так и в России, на всем постсоветском пространстве. И произошла замена понятий. Тогда, в 20-е годы, еще немного начало 30-х, женщинам дали ряд прав, просто потому, что надо было отстраивать страну. Я, насколько знаю, уже в середине 30-х опять вернулось раздельное образование, мужское и женское. Достаточно подвинули женщину в правах и, в принципе, отдали им на откуп опять-таки семью. И, в принципе, в Советском Союзе вот такой контекст и оставался. Женщина работает, но, тем не менее, несмотря на то, что она работает, она все равно должна... Ну, у нее есть еще какие-то обязательства. Таисия, давайте разберемся, почему это случилось, зачем это было сделано, что государство, тот же Сталин, он был недоволен тем, что женщины равноправны, что не тягают шпалы, что они работают на заводах вместе, наряду с мужчинами, или пропало в этом необходимость. Зачем это было сделано? Надо же на кого-то повесить ответственность за репродуктивную функцию в государстве. То есть, ну, если все будут равны, то тут начнутся, наверное, какой-то выбор, не дай бог, кому-то дать. Может, кто-то думать начнет. А так женщина, она несет ответственность полностью за будущие поколения, за то, чтобы вырастить детей, будущих воинов, строителей, и там, может быть, ученых. То есть на женщину повесили семью? Да, конечно. Более того, даже не просто повесили, а законодательно закрепили. Я просто хочу напомнить, что в Советском Союзе с 1937 года по 1958 существовал в Уголовном кодексе существовала статья «Уголовное преследование за аборты». То есть, государство запрещало аборт как таковы, более того, пять лет получала женщина, которую и врач или акушер, который сделал. Раз, дальше. Ну, это так жестко. На всякий случай в СССР существовал так называемый налог на бездетность. Каждый, достигший 18-летнего возраста, неважно, мужчина, женщина, он должен был обзаводиться семьей, ящейкой общества. И не просто семьей, он должен был, какую свобода выбора, он должен был растить и родить будущих строителей коммунизма. А так, на всякий случай, 10% зарплаты, налог на бездетность до 1992 года шел. Вот сейчас снова мы с вами говорим, вот такие, в принципе, передовые идеи, продвинутые идеи, но у меня в голове мама, сестры, люди уже более взрослого возраста, я думаю, они обидятся, если их все-таки не поздравить, так как они привыкли. Давайте об этом порассуждаем, или что нужно делать, может быть, государству, СМИ, для того, чтобы те же женщины, опять же, они каким-то образом эмансипировались, но поняли, что вот так, как праздновали этот праздник, это был большой праздник, действительно, да, вот и даже в независимой Украине это такой действительно всенародный праздник, День женщин, что немножко вот произошла подмена понятий, как женщинам, да, и мужчинам в том числе, ну, может быть, даже в первую очередь объяснить о том, в чем суть этого праздника. Вот такой декоммунизации не добивается обратного результата, да, что как-то внимание от него убирается, и вот вопрос эмансипированный, на второй план. Ну, я давно маму свою поздравляю, безусловно, с 8 марта, но проговариваю о том, что это не день весны и там цветов, а день борьбы женщин за свои права. То есть, мама, поздравляю тебя, но это не день весны и цветов? это день борьбы женщин за свои права, и то, что ты могла работать, то, что у тебя, ну, было, как бы, ряд возможностей в том, что ты сейчас можешь голосовать, и то, что у тебя есть высшее образование, и много всяких, таких бонусов, которые сейчас тебе кажутся естественными, именно этот день об этом, а вот том, что совсем недавно, всего 100 лет назад, началось движение женщин за равноправой. И всего этого не было до этого. А мама понимает вас? Мама или делает вид, потому что вы ее дочь? И как вы думаете? Ну, я думаю, понимает. Она, мы долго вместе общаемся, она уже много чего интересного, нового изучила от меня. Валерий, и вот хочется, чтобы вы еще порассуждали по поводу Донбасса, да, там вот роль женщин, она, наверное, даже более такая гипертрофированная, чем по всей Украине, потому что, ну, вот можете со мной поспорить, да, потому что это рабочие семьи, и, в принципе, там женщина была в Кубе, наверное, хранительница домашнего очага, или нет? Вот роль женщин на Донбассе, и как бы донести до женщин в Донецкой и Луганской областях, в частности, вот об их правах, учитывая их особенности менталитета, исторического развития региона. Я вам еще больше добавлю, женщин на Донбассе всегда была меньше, особенно в шахтерских регионах, поэтому, ну, я бы даже сказал, можно нашим социологам делать целые исследования, причем женщина на Донбассе, это особый вид женщины, он так, извините, может, такое не очень красивое сравнение с приведу, особенно женщина в шахтерских поселках, это что-то среднее между акулой, которая борется за выживанием, и рыбой-проипалой, то есть этот гибрид вообще в природе еще не изучен, с праздником, дорогие женщины. А вы объясните туда, что вы имеете в виду? Элементарно, очень элементарно, в любом шахтерском городе женщина не работает, это позор для добытчика. Ну, поскольку... Но это проблема добытчика, наверное. Секундочку. Поскольку средняя зарплата шахтера, даже, ну, и подземного рабочего лигроза в советские времена было от 600 и выше, профессор получал 300, инженер получал 115, женщина это воспринимала как должное. Более того, это поколение, ну, грубо говоря, начиная с 30-х годов, это как минимум 4-5 поколений женщин выросла, которая знает, что ее задача А. Найти мужа шахтера, Б. Родить от него, когда он запьет или загнется в шахте, найти следующего мужа шахтера. И все остальное не дать мужу пропить зарплату. Если у нас с этим справляется, дом полная чаша, и поэтому ей глубоко параллельно политика, государство, ее политические права, вот это я называю рыба прилипала. То есть, когда... Теперь я с ней. Уже хорошо. Акула. Поскольку, поскольку женщин мало и подрастают новые поколения, задача, как акулы, охранять свое вот это жизненное пространство. Что она с успехом и делает? Потому что, ну, вы знаете, я многое видел, но 8 марта вечером, где-нибудь в Краснодоне, в Свердловске, когда барышня начинает выяснять отношения, о, это корида для тех, кто не был в Испании. Причем, если корида обычно обоходится без крови, там, как говорится, не просто до первой крови, там пока, ну, не вмешается, не растянут. Причем, это на фоне поддерживающей мужское население, им же ж приятно, за них же ж женские бои без правил. Женственность празднуют, да. Поэтому я насчет прав сейчас в нашем с вами оккупированном части Донбасса о каких там вообще правах можно говорить на территории беззакония. Но, с другой стороны, мы как-то забываем, что у нас под боком с каждым днем выстраивают модель для всей остальной Украины. Причем, модель рассчитанная как раз на гегемон, на донбасский менталитет или на менталитет патерналиста-эждивенца. У них, благодаря, я не знаю, кому там, чему, нашим электроэнергии и воде, тарифы на уровне 2013 года. Дальше, выходные, я вам уже, по-моему, приводил пример, что 23 февраля там 4 выходных дня было. 4 выходных дня, это больше, чем на Пасху и Новый год. Вы к тому, что украинцы, остальные будут завидовать? Нет, так подождите, не будут завидовать, они просто сравнят. И не мне вам рассказывать, сколько наших с вами земляков, которые выехали в 2013 году, назад вернулись, только лишь потому, что там жилье, там условия, и там, как говорится, 61-й конвой сегодня зашел, 61-й конвой зашел в Донбасс. Хорошо, Валерий, вы говорите о том, что каких правах там можно говорить, на занятой сепартистами части Донбасса, но давайте допустим, что свобода это внутреннее состояние, да, что, ну вот, пока нет этих прав в реальности, да, но женщины, мужчины могут быть готовы к тому, что, ну, они могут считать естественными, к тому, что вот появятся такие права. Что делать с вот такой женщиной-акулой, женщиной-прилипалой, о которой вы говорите, как это дело решать, просвещать? А вы знаете, просто говорить? Не-не-не, вы знаете, вот вы опять делаете гениальнейшую ошибку, как и все наши мажновладцы. Почему-то все решили, что если это говорят украинские каналы или туда будет доходить голос Украины, народ просветится. Это ошибка еще французской революции 18 века, когда все считали, что в мозгах надо навести порядок и все будет хорошо, примем разумные законы, разумные законы будут соблюдаться. Вы знаете, пример Севастополя. Это мой любимый город, потому что я его открывал, грубо говоря, на 1 мая и закрывал я его в ноябре. Ну, разбивал отпуск. А в Севастополе и были и памятники Шевченко, и туда стоял наш флот, наши самые боеспособные части аэромобильных войск, но при этом мэр города с возмущением рассказывал, а что это вдруг делают флаги Украины. Мэр украинского города рассказал, что делают украинские флаги на трубах и высотках. Это не порядок, я дам приказ милиции снять. причем вариант дела, вы знаете, я не провидец, ни пророка, ни севила, советы давать проще всего, особенно если бы знать, как еще давать. Насчет наших земляков, у земляков четкая установка, особенно, тем более там, действительно, общаешься, одни ждут начала Третьей мировой войны, считают уже, дни, когда же она начнется, потому что мы Донбасс, мы запустили этот спусковой крючок. Вторые говорят, что ребята, нас как сдали за один день, так нас за один день не вернут. С теми же мажновладцами, только единственное, ну, поменяем мы гривну на рубль и в трехколор на желто-синий флаг. А почему я говорю, приспособляемость человека, вы же не забывайте, Донбасс это пролетарский край, а пролетарию нечего терять, в отличие от всего остального. Ему, грубо говоря, задача наемный труд и продать этот наемный труд. Таисия, в вашем опыте, я думаю, что вы, наверное, общаетесь, да, с девушками каким-то образом, ну, просвещаете их, были у вас позитивные истории, чтобы появилось вот это осознание, не приспособленчество, ну, вот, да, хорошо, будем праздновать этот день как день празднования, день борьбы женщин за свои права, а не просто женский день, да, когда вы видите, что человек действительно просвещается, с чем это может быть связано, какие тут могут быть рецепты, или все-таки есть люди, у которых, ну, вот уже не исправить, и нужно воспитывать новых? Нет, ну, я действительно всегда за просвещение, и достаточно важно говорить простым языком с людьми и о тех проблемах, которые их волнуют, потому что феминизм и вообще вопросы гендерного равенства, они имеют огромный спектр, если для кого-то, например, репродуктивные права не так важны, а важны, не знаю, права там в сфере образования, и образование, не знаю, в том плане, что там какого-то академического, то для других наоборот, и каждый есть подход, у каждой, если разобраться, если поговорить с каждым человеком и с каждой женщиной, наверняка она сталкивалась с проблемами, практически, наверное, с детского возраста, и летом флешмоб, который был в соцсетях, я не боюсь казаты, очень хороший пример, практически каждая девушка сталкивалась с насилием по отношению к себе в детстве либо в взрослом возрасте, точно так же, если покопаться и порефлексировать, поговорить, в сфере труда огромное количество проблем, поэтому для меня вот этот вот вопрос доступности общения с людьми, доступными словами говорить с каждой женщиной на темы, которые именно ее волнуют и которые ей близки, я думаю, что так будет логично и правильно. То есть надежда какая-то есть, несмотря на то, что Валерий говорит, что есть такие типажи на Донбассе, женщин все равно можно с ними общаться, чему-то, какому-то общему знаменателю прийти. Вот это очень хороший пример. Они привыкли быть, как вы говорите, прилипалыми, они привыкли пользоваться зарплатой своего кормильца и мужа, а вот сейчас нету зарплаты, а вот сейчас не происходит, сейчас они зарабатывают больше, допустим. Что дальше? Ну и вот вопрос собственной ответственности и вопрос, наверное, того, что каждая и каждая несет за свою жизнь ответственность возможно ей поможет. Жизнь научит. Возможно, да. Ну и хороший, пожалуй, пример в Штатах, потому что в Штатах нет государственного праздника, но в начале этого года был очень большой митинг против Трампа, против сексизма, который новый президент себе позволял. И 8 марта они тоже собираются выходить и в январе это было больше двух миллионов только в одном городе, в Вашингтоне, если не ошибаюсь, миллион в Нью-Йорке. И они планируют сделать то же самое на 8 марта. Делать страйк. У них нету рабочий, ну в смысле у них рабочий день, но тем не менее они собираются женщинам выйти на страйк. Вот такой еще вопрос. Вам во многих странах Запада сейчас женщины это такой в принципе мейнстрим во власти. Вот я недавно смотрел фильм Майкла Мура американского документалиста, называется «Куда бы еще вторгнуться?» Вот советую вам посмотреть. И он ездил в Исландию, где сейчас финансовой системой государства, руководят только женщины. Вот в этой стране решили, что после финансового кризиса 2008 года именно мужчины стали виноваты в этом кризисе из-за своей жадности, из-за своей азартности, которые постоянно повышали ставки, которые рисковали и в результате обрушили государственную систему. Вот вы согласны с таким уроком, что в некоторых сферах женщины лучше бы справлялись? И как с этим дела обстоят в Украине? Все-таки есть и политики женщины, или это не такие женщины у нас в Украине? Можно я вот... Более того, это не просто представление наше или какие-то фантазии. Есть толковое большое исследование до, если не ошибаюсь, Делойта, аналитики экономические. Они говорят о том, что если достаточно большое представление женщины в правлении компании, она является более стабильной и имеет стабильный финансовый рост. Поэтому, ну вот у нас в момент, когда big data, когда очень много цифр, их можно анализировать, можно в принципе делать достаточно нормальные обоснованные выводы, что да, женщины и в бизнесе, и в управлении менее рискованные и привносят в управление как компанией, наверное, так и страной положительный момент. А с чем это связано? С каким-то характером женщины или с чем? Ну, я думаю, что да, женщин воспитывали, они играют с куклами, они не рискуют в детстве и не играют в войнушки, и, соответственно, чаще всего они больше склонны оценивать риски, в том числе как те, которые ответственны за семью, за детей. То есть, а если вот будет все так, как вы добиваетесь, если женщины не будут делать, девочек не будут воспитывать с куклами, если они их не будут воспитывать так, что они ответственны за семью, за детей, тогда вот эти преимущества исчезнут, получается. Я думаю, что мужчины будут просто менее рискованы, и каждый, каждая будет соответствовать своему какому-то характеру и не привязываться к полу. Валерий, ваше видение роли женщины в украинской политике не считаете, что каким-то образом, может быть, даже и женщины каким-то образом решат конфликт на Донбассе? Я хочу вот еще вспомнить, что у греков есть своя героиня, Лисистрата, женщина, которая призвала других женщин не, как сказать, отказаться от супружеского долга, пока они не прекратят воевать. Греческая мифология это вообще колыбель нашей с вами ментальности, более того, есть же еще один греческий миф, когда греки осадили, греков осадили перса, иксерс выставил условие, что я выпущу женщину, но я выпущу женщину с условием того, что она унесет самое дорогое. Женщину на себе вынесли мужчину. Это тоже было. Насчет женщин в украинской политике без комментариев, просто без комментариев. Насчет того, что женщины на Донбассе прекратят конфликт на Донбассе, это серия ненаучной фантастики, по одной простой причине в начале русской весны как раз мадам Петерикова звезда стриптиза организовала Луганске молодую гвардию, но это вообще ни в какие рамки не укладываются, тем не менее пошло. Мадам Корсакова, которая прогрессивная социалистка, социалисты наверное в гробу переворачиваются, вдруг резко стала казачьим полковником, поэтому сводить вопросы политики, экономики, а тем более войны, гендерному равенству, а вы знаете в этом отношении Израиль, маленькая страна с громадным ВВП, с самой боеспособной армией в мире, где женщины кстати несут воинскую повинность, но правда это же не значит женщина-водитель танка или террорист и диверсант, нет, там разведка, аналитика, радиолокация, но тем не менее вот как раз ярчайший пример, да тем более случай, что действительно помимо скандинавского социализма есть еще и сионизм, где все принципы социал-демократии, жаботинский, так извините, наш с вами земляк, основоположник, грубо говоря, вместе с герцером государства Израиль, поэтому есть на кого равняться, есть брать зарубежный опыт, а не замыкаться исключительно на себе. Так, к вам вопрос, один из последних, кто для вас образец женщины в мире сейчас, в культуре, в политике, в Украине, за рубежом, чтобы просто понимать, ну, кто для феминистов, да, сейчас такой, ну, человек, которого можно стремиться, который будет таким живым учебником для женщин, которые действительно этим интересуются, которые хотели бы учиться на чем-то примере, и этот человек, он всегда находится там в СМИ, да, то есть за ним можно следить. Ой, ну, сколько феминисток, наверное, столько мнений, потому что достаточно в некоторых вопросах там могут расходиться, есть радикальные феминистки, есть там либеральные и так далее. Для меня, пожалуй, Шерил Стэндберг, она, если не ошибаюсь, правильно, ее должность, она, в общем, замглавы Фейсбука, она достаточно известная в диджитал направлении вообще в интернете специалистка. Кроме этого, у нее есть своя организация, которая называется ЛИНИН, она поддерживает женщин именно в трудовой сфере, она говорит о равенстве в корпорациях, и у нее здесь несколько книг, она очень интересный персонаж, она очень доступна, хорошо, правильно говорит о тех вещах и о доступности, и в том числе и материнства, если женщина работает, и право выбора, и, пожалуй, вот она, Мишель Обама очень классная, пожалуй, медиаперсонаж, которая, особенно последний, наверное, год, когда уже, ну, предвыборный, очень хорошие речи говорила. Пожалуй, американская волна, вот этот вот постфеминизм, когда они начали говорить не сложными конструктами, а очень эмоционально и интересно и классно и приближенно к обычной жизни достаточно много персонажей, я вот думаю, вот я на них ориентируюсь. Будем закругляться, если вы хотите, можете сказать пару слов, поздравить, нас послушает 8 марта женщины на Донбассе, да, хотели бы вы что-то сказать, что-то пожелать, пожалуйста. Счастья, мира, любви, весны, вечной молодости. С праздником, дорогие женщины. Ну и равноправия и хорошего настроения. Присоединяюсь к поздравлениям. Это была программа Донбасс Реалии. У нас в гостях был луганский историк Валерий Снегирев, а также феминистка, главная редакторка сайта Update com.ua Таисия Герасимова. С вами был Денис Тимошенко. До встречи завтра, 9 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова